Друзья, приветствую! Александр из Благовещенска прислал посылку с образцами разных масел. Данное видео будет про масло ZIG X9 540 полнозольное, значит, А3-B4. Также в посылке были масла ZIG X9 FE 530, А5-B5 и масло вариаторное I-SYN CVT Fluid Excellent. Так, вот описание данного масла. Автомобиль, значит, пояснение от владельца. Владельца зовут Андрей. Так, это у нас Toyota Chaser. Или как правильно? Так, ну и здесь описание по другим автомобилям. Так, вот баночки. Можно приступать. Сразу создам эталон данного масла. Данное масло я не проверял. Для этого мне надо обновить спектрограмму на заранее созданной болванке. Посмотрим, что намерит прибор. Вот такая спектрограмма. Есть небольшой бугорок, но минимальный, значит, в зоне эстеров. Примерно я бы оценил 0,8-0,9 сотых. 8,9 сотых, вернее. Так, далее подкорректирую значения, которые в результате обновления спектра изменились. Наверняка выбираю пункты, лимиты. И посмотрите, что намерил прибор. Значит, противоизносных присадок 119%. Да, отлично. Похоже это на полназольное масло. Уровень повыше. Не так, как в Лукойле Авангард. Ультра непонятная ситуация была. Так, гликоль, естественно, в нуле и выставлю. Видите, здесь в отрицательные значения подзавалился. Но это связано с пакетом присадок. Так, и обратите внимание, самое главное, на кислотное и щелочное. То есть здесь я даже трогать не буду, корректировать. Щелочное 10,2 прибор, сам намерил. А кислотное 1,65. То есть очень правдоподобное. Для полназольного чуть больше 10. Вообще отличный результат. И, естественно, чуть повыше кислотное. Потому что много кальция там и присадок противоизносных. Так, можно приступать к проверке и отработке. Это, как я уже сказал, Toyota Chaser. GZX100 кузов 96-го года. 2,5, 1 GZGE 200 сильный. Ну и вот видите дальше. Доливка литр на каждые 5000 километров. Так, значит, что мы видим. По противоизносным присадкам 48%. То есть подрабатывает их двигатель. Видимо, что на двигателе есть уже естественный износ. Ну и возраст серьезный. Стоит обратить внимание на гликоль 0,3%. Возможно, небольшое попадание антифриза. Так, сажи 0,05%. Это такой, ну, ближе к максимальному уровню. То есть видно, что процесс сгорания неоптимально происходит. Образуется сажа в двигателе. Топливо не совсем догорает. Кислотное число 2,97 растет. И щелочной 6,6. Да, видно, что запас еще есть. Но, в принципе, за такой достаточно небольшой пробег уже так подрослось. Прилично. Кислотное. То есть с учетом того, что есть масложор некоторые, да, картерные газы попадают, окисляют ускоренно. Значит, масло в картере. Так, давайте посмотрим, что произошло с вязкостью. Вязкость, видимо, что сильное разжижение есть практически на 2,3. Видите, да, но это режим эксплуатации. Городская в основном эксплуатация. Поездки на работу и домой. Да, здесь прилично. Возможно, что также это из-за естественного износа. Уже зазоры есть в кольцах. И поэтому через увеличенные зазоры больше попадает топливо в масло. Да, не забывайте отметить видео. Подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И ресурс. То, что было, то, что стало. Значит, в данном автомобиле, в данных условиях эксплуатации, к сожалению, средней скорости нет, моточасов нет. Поэтому опираемся только на километры. Значит, 11300 километров по мощным нейтрализующим свойствам. Я считаю, что это отличный результат. 12200 по нейтрированию, хотя используется китайский фильтр воздушный. И 9500 по вязкости. Ну, видно с вязкостью, да. Скорее всего, естественно, износ. Зазоры уже чуть побольше на кольцах. И через них попадает уже достаточно много топлива в картер. Плюс, естественно, эксплуатация. Это такая городская, без трассы, где масло может разогреться более 100 градусов и выпариться все это ускоренным методом, скажем так. Вода, конденсат и топливо. Ну, здесь, в принципе, может... Да, тоже здесь 650 ппм воды. Тоже так. Ну, немного, но есть она. Так, что еще можно сказать? Да, владельцу, что стоит обратить внимание на гликоль. Я не говорю, что это попадание, но возможное попадание. 0,3 не так много, но возможно, что есть какие-то небольшие проблемки. Следующий момент. Сажа. Может быть, форсунки помыть или заменить, не знаю. Ну, не оптимально сгорает топливо. Ну, и главное, конечно, вопрос по вязкости. То есть, я так примерно могу оценить. Сейчас я вам скажу. Примерно это на 27% от начального уровня падения вязкости. Да, то есть, вот по сантистоксам можно посмотреть, какой начальный у этого масла и минус 27%. Это много, это нехорошо для мотора. Однозначно нехорошо. Вот, ну, так, в общем-то, в остальном масло, я считаю, крепкое. 11 тысяч в городской езде. Очень серьезный результат. Ну, видите ли, показатели хорошие. Да, и щелочное, в принципе, и кислотное для такого полнозольного не такое уж высокое. То есть, как бы, не знаю, сколько стоит. Вроде как, зики были недорогие, но мне кажется, неплохой вариант. Вот такой получился тест. Благодарю Александра и Андрея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.